25 сентября ежегодно все смоляне отмечают памятную дату, одновременно радостную и печальную – День освобождения Смоленщины. В честь знаменательной даты на Кургане Славы состоялась церемония возложения цветов к мемориалу земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Окончанием фашистской оккупации на Смоленщине стало 25 сентября 1943 года. Символом этого было развивающееся красное знамя на здании областного центра. Судьбоносное событие в этом году из-за неблагополучной эпидситуации было отмечено в ограниченном формате, без праздничной программы. Но есть десятки букетов цветов, которые возложили десногорцы на Кургане Славы. Это долг каждого человека – вспомнить тех людей, которые защищали нашу Родину. Поздравляю вас всех с праздником. Осеннее солнце подарило собравшимся свое прощальное тепло перед долгой зимой. В эти минуты, пожалуй, каждый осознал себя частичкой великого народа, великой истории и великого подвига, совершенного во имя свободы и самой жизни. О печальных итогах тех событий помнят и представители городских организаций. МУПККП около 10 лет шефствует над мемориалом узников лагеря для военнопленных. Силами предприятия памятный знак установлен в селе Якимовиче Рословского района. Сегодняшний день особенно важен для десногорцев и также для всех жителей Смоленской области. МУПКП также отдал дань памяти военнопленным подшифрованному памятнику. Мемориал призывает помнить о жертвах концлагеря под номером 61. Печально известное учреждение находилось в этом районе и стало местом гибели советских граждан. Невосполнимость этой утраты предложено отразить в новом облике памятного места. В планах благоустройства входит заменить памятник, установить новый обелиск, заменить ограждение, привести в порядок, облагородить территорию. Проект предстоящих изменений уже разрабатывается, а его реализация намечена в следующем году. Виталий Волков, Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Деснатовы.